весна это время когда можно покрасить на улице и ничего не прилетит но если смочить землю или у меня бетон короче сегодня занимался покраской покрасил все кроме одного элемента там плохо удалил короче краску старую у меня было на канале такая знаете матовая матовая обалденный цвет но она очень царапалась а лаком ее покрываешь он вспучивает ее короче как эта краска непонятно чем она покрывается каким лаком тоже непонятно ну и матовый эффект пропадает короче кое-как зачистил один элемент угробил а все остальное успел покрасить загрунтовал я сначала грунтом по пластику потом грунтом 4 плюс 1 на любую поверхность и потом краска идет металлик и купил на распродаже за 1200 если не ошибаюсь и лак который здесь лежит рядом со мной видите и вот такая вот штучка пурпурная это на лак я взял металлик пигмент вот такой вот а не знаю наверно не увидите ну короче это пигмент я его добавлял в лак чтоб создать небольшой такой 3d эффект при падении солнечных лучей краски нанес три слоя лака нанес два слоя потому что я его что-то так на глаз разбодяжил хорошо ну компрессор этот я брал именно для этих работ и последняя покраска у меня была со старым компрессором когда этот взял я не успел воспользоваться в этом году первый раз я его опробовал для того для чего взял вообще отлично то есть мне хватает на один элемент накачать его и спокойно с одним элементом потихоньку работать даже остается на 2 на 2 плюс 1 но на третий элемент очень редко но он прям 2 можно на 2-3 слоя положить спокойно то есть на один элемент это очень хорошо то есть до 9 очков и его качаю 40 литровый у меня немножко кацаны я его поддел класс это узнаете когда ты всю зиму собирал а потом в итоге хлобысь и воспользовался моментом но единственное пришлось одевать что-то вот видите просто бежит у нас сегодня под 40 лет может быть даже 40 чем-то было пекла то есть меня прям полторашками вода слилась приходилось из издали чтобы не замочить очень долго часа четыре я угрохал на то чтобы снять старую краску где-то до пластика где-то до грунта где-то прогадал и краску забыл ну плохо счистил короче там две черных идет там еще надо увидеть что где-то две черных потом черный грунт потом серый грунт по пластику а потом уже пластик ну короче свои заморочки я украсил то сколько раз за 10 лет ну вот в этот раз я подошел основательно и всю зиму потихоньку собирал компоненты чтобы отремонтировать его купил аккумулятор же сначала я а потом думаю надо его сделать чтобы на нем просто кайфовать потому что мотоцикл реально кайфовы особенно после той модификации которая сделала с мотором не 100 что и аккумуляторы поменял на более емкие и литий да а именно то что я проделал с мотором он стал более резвее более мощнее и я даже не знаю чем там мощность измерить можно поставить конечно приборчик но у меня контроллер ограничивает на 30 амперах на это уже другое в общем сейчас у меня доходит оптика если бы видели в каком состоянии оптика была то это очень печалька сейчас гораздо все веселее сейчас я вам покажу так вот три компонента он 4 оптика и вот крыло загрунтовано по пластику потом будет грунт 4 плюс 1 на него наносится и краситься эта часть косячная вот вон той части который на мотоцикле лежит вот так вот выглядит холок с пигментом ну вы может быть не увидите но он есть пигмент металлик как видим лак здесь еще не высох это говорит только об одном что мне надо дождаться пока высохнет я надеюсь ничего не сядет ничего не прилетит ну как видим минут 15 уже лежит все х руки х руки оптика тоже с пигментом вообще я даже не ожидал короче я вскрыл знаете чем пластик чтобы он такой был после тысячной не лаком а именно грунтом по пластику представьте она сразу стала прозрачной не лаком а грунтом по пластику вообще класс вот 2 задняя она стала как новая а с нее лак слазил я это уже прошелся грунта по пластику а знаете почему а потому что оказывается лак на пластик не ложится я просто как бы узнал это совсем недавно сначала на своей машине а потом на мотоцикле на которой я проделал по совету там авторов определенных и поэтому я взял купил грунт чисто по пластику я взял серый но пришел мне прозрачный и это есть хорошо вот пигмент пусть он стекает не так страшно класс самое главное мне не оптика поворотники а самое главное вот эти крылья тут три слоя лака лежит там по 2 просто остатки сюда добавил думаю морда в ней больше всего прилетает видите шагрин это я специально делал чтоб два три слоя лака ложишь закрываешь и и выравниваешь и создать небольшой 3d эффект это шагрин я сделал непосредственно грунтом потому что грунт я ложил жирно прям а он ложился вот так вот получился такой знаете типа raptor и много лет бодался с сервисом по поводу замены фара и мне они заменили фару но поставили бы уж на видите как они и сделали за шкурили как попало и кинули лак и вот лак с годами вспучился сначала вот здесь вот здесь вот так была пленка а потом начал вот здесь вот лезть вот такая вот шляпа осталось фара и и не меняли видите там проблем нет со стеклом вот это я поэтому не голословно говорю что нужен грунт по пластику это пластиковые получается накладки это не стекло услышно вот как то так и на своем опыте на своем мотоцикле я вот насмотревшись роликов вот этих вот горе мастеров проделал то же самое и там мне тоже лак отвалился где-то года через четыре сейчас принципе плюс от того что вот эти вот сами панели да на фары можно купить и стоимость что-то 800 где-то дешевле где-то дороже ну примерно около 800 рублей проще поменять ну и вот этот элемент это жопа вот эта задняя часть мотоцикла получилось так что где замок плохо затер он на той части которая там сохнет и там начала вспучиваться краска в принципе она здесь тоже скучивается но я уже здесь забил здесь не так плохо это все выглядит вот эти бугорки это мне не принципиально но там была черная эта краска матовая она прямо за те бороздами прямо так шла 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 прям надрывами вот такими вот здесь то просто скучилась отошла а там прямо мне не понравилось короче поэтому я плюнул то переделал здесь такого нет здесь просто вспученная краска это не страшно грунтом закидал и пришлось переделывать ту часть я поэтому и открутил вот этой машинка работал я тоже по случаю приобрел на распродаже вот мне понравилось то что за два часа непрерывной работы и смены двух получается наждачных листов она не нагрелась от слова не на грамм это весьма классно и вот эту вещь потом тоже блин буду переделывать обработаю сниму ее как-нибудь когда будет время но мне самое главное что визуально потому что я со стороны люблю смотреть чтобы было красиво здесь так прикинул тоже черную пантеру кинул у меня немножко оставалось снизу с этой стороны только ножку и лаком сверху докинул мне остатки остались просто там 200 слоев смысла нет заливать и получилось весьма неплохо и по этой части будут догадываться высох лак или нет вот как-то так короче огонь вот это вот я доделал элемент скорее всего завтра ну а это уже до завтра будет полностью готова я просто завтра доделаю этот он досохнет и все это в кучку собираю оптику ставлю фару я не стал делать я не стал рисковать лишний раз шкурить и лишний раз пытаться что-то сделать потому что у меня ее 1 поэтому не стал рисковать но потом может быть сейчас просто экспериментирую смотрю но мне оптика нравится задние вы бы видели что с ним было она во первых мутная во вторых она но из баллончика подкрашена там были некоторые места я приобрел потому что краска начал облупляться лак слазить я там не на грунт хотя реофлексами вроде грунт был но неважно там все было печально и в итоге я ее зачистил 220 и на 220 я нанес получается грунт по пластику 1 компонентный прозрачный она вскрылась лак накинул ну вот скрылась 50 процентов прозрачности даже 80 добавилось накинул лака она грубо говоря почти как новый стал ну где-то не 100 до где-то 90 92 там ну почти 0 и весьма это классно вот сюда три слоя лака кину и отличника пантера мне понравилось но я металлика здесь вообще не наблюдая как бы лак лежит хорошо шагринь меня вполне устраивает шагринь в принципе на всем вот поэтому он то крыло часть мне придется 4 плюс один грунтом сначала проходить после того грунта также делать шагринь вот такую вот поверхность наверно не увидите вот она небольшая шагринь есть на листе потом также такими же слоями закидывать красочкой и потом лаком вот жопу буду тоже в три слоя закрывать это надо успеть именно завтра потому что скоро тополиный пух когда тополиный пух пойдет мой не мой прилетает не машина ничего я не крашу в этот момент а так я раньше и восьмерку в такую погоду лаком покрывал и перекрашивал какие-то узлы какие-то ремонтировал было время ну на nexia вот я думаю наверно может быть в следующем году я закидаю лаком полностью и но сейчас посмотрю какой лак получше будет это мне не понравилось то что он густой густой и сильно жидкий я не могу его накидывать надо разобраться с пистолетом поэтому вот как только разберусь чтоб он меньше лака кидал чтобы он не бежал и вот сразу в путь ну конечно компрессорным таким будет тяжело но по листочку по чуть-чуть все в принципе можно легко сделать в общем как то так я вполне доволен и цвет меня полностью устраивает раньше не знаю как вас у меня все устраивает особенно то что вот это вот стала прозрачная была наматывая было что-то типа вот такого видите лампочки не видать а стала именно прозрачная это как говорится почувствуете разницу да тоже я бы не сказал что она как новая она видно что желтее но то что лампочки видно я на прозрачной сталом это примут что я никак не ожидал